Ребята, концовка ролика получилась чуть ли не эпичнее, чем сам ролик, поэтому обязательно досмотрите до конца. Всем привет, ребята, с вами я, PandaFX, Once to Watch, уже FIFA 21. Так, кого здесь черти носит? Можешь сказать, что у меня все хуево, блядь? Помогите, блядь, пожалуйста. Пожалуйста, дай мелочь, блядь. Ты мне на карту бабки скинь, главное. Да, блядь, у тебя моя кофта, блядь. Ну, слушайте, так намного лучше. В общем-то, как вы примерно догадались, сегодня у нас будет состав из паков с Геной Миллером. Почему я свечу фонарем? Сори, ребята, понимаю, что я оплашал. Вчера не было ролика, перед всеми извиняюсь. Я был занят очень важными делами. Так что реально, вот честно, от всей души попрошу у вас 15 тысяч лайков и обещаю, что завтра не подведу и выпущу ролик. Так, в общем-то, сегодня у нас в программе гарантированная карточка Once to Watch, которая будет основной в моем составе. И 5 паков по 250 FIFA поинтов. Тот, кто проигрывает, тот, собственно, оплачивает те FIFA поинты, которые были задоначены. Так, в общем-то, камера стоит, геймплей записывается. Че-то забыл. Блин, действительно, как я мог забыть? Компания One X, ребята. Лучшая букмекерская контория в истории человечества. Там вы всегда найдете максимально высокие коэффициенты моментальной выплаты и множество спортивных дисциплин. Где это все найти, вы и так знаете, в закрепленном комментарии или же воспользуйтесь своим QR-кодом и всем добра. Честно, ребята, очень волнительный момент. Все, открываем. Гарантированная One to Watch карточка, ребята, смотрим. Как интересно будет выглядеть анимация. Так, а что, волкаута не было или мне показали? Блядь, реально волкаута нет. Нигериец кто-то. Ой, боже, ребята. Хотя, в потенциале у этого парня есть шансы стать крутой карточкой. Все-таки это нападающий осимент, который в прошлом сезоне получил тотса, получил кучу информов. Поэтому вроде как и не расстроился, но хотелось бы, конечно, Вернера или Гаррета Бейла. Ну шо, 5 паков по 250 фа-поинтов. FIFA, как вы знаете, гениальная игра, поэтому вы не можете сразу игрока отправить в клуб. Поэтому приходится фотографировать карточки. Так, это тоже все фотографируем. Ну же, волкаут нужен. Блядь, да где волкауты? Промо-паки что-то не радуют. О, это One to Watch. Это One to Watch, ребята. Бразилия, ЦП. И кто же это? Да ну. Чтобы вы понимали, его дефолтная карточка стоит до хера. А One to Watch уж подавно. Ну-ка, все, посмотрим. Аллан. Это просто отличнейший дроп. Я думаю, если он получит 2 информа, это просто убийственная карточка будет. Жесть. Да, тут, конечно, вообще полная гань попадала. Ну что, ребята, последний пак. Верим в волкаут. Волкауты, к сожалению, у нас нет. Это удрючает. Да, ну и говнецо. Как вот сейчас из этого шлака собирать состав, я вообще понятия не имею. Ну и пока у меня на фоне собирается составчик, хотел бы вас искренне попросить перейти на канал Гены и Миллера и подписаться на него. Потому что то, что происходит сейчас с его просмотрами, это, конечно, грусть полнейшая. Да, возможно, он где-то сам обосрался, пытался по большей части снимать какие-то челленджи, пытался в какую-то там мобильную игру для детей играть. Как-то вот не завезло. FIFA он перенес на другой канал и в итоге как-то получилось так, что он снова загорелся желанием снимать FIFA и начал выпускать нас на новом канале. Аудитория уже такая смешанная, что хер поймешь, какая вообще там целевая аудитория у Генчика, и поэтому просмотры очень грустные. Так что, если вы не подписаны все еще на него, перейдите и подпишитесь. Также не забывайте про промокод PANDOS. Он дает вам бонус на старте. Пацаны, для вас прошла ровно секунда, а для нас с Генчиком около полутора часа. Конечно же, когда еще сервера PlayStation могли откинуться? Конечно же, в тот момент, когда мы записываем видеоролик. В общем, сейчас вы видите состав Генчика. Выглядит он вот так вот. Поймал Гнабри, поймал также Асимьена, Милитау тут я вижу. В общем-то, сквад у него достойный. И чтобы катка была интереснее, мы решили сыграть в режим Таинственный Мяч. Да, наши команды будут не сыграны, но похер. Надеюсь, это будет весело. Ну, так как я любитель бургеров, естественно, я убираю форму Бургер Кинга. Ну и, собственно, ребята, первый матч против Гена Миллера в FIFA 21. И сразу же играем в таком хардкорном режиме. У Генчика Миллера сразу буст на пейс, блядь. Стой, пожалуйста, блядь. Какие у меня медленные игроки. Нет, сука, блядь. Ну, конечно же, у меня буст на дриблинг. Что же еще мне могли дать? А Симьян? Ой-ой-ой, какой буст. И в дальний. Блядь, штанга, конечно же. Куда я еще мог попасть? Ну, хорош. Ты что, ты будешь, блядь, тянуть время теперь? Начинается. Так, без офсайда, без офсайда. Не было офсайда. Не было офсайда, ребята. Не было офсайда. Блядь, ты бы еще завтра нахуй свистнул. Блядь, ему снова дали буст на скорость. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Блядь, нечестный режим какой-то, я считаю. Ну, посмотрите на эту срань. Ну. Но. Блядь, вот как он не забил. Такой отличный момент был для удара. Да, защитой, конечно, я обосрался. Я изначально команду строил... По тому, чтобы у меня будет максимальная сыгранность. Поэтому я даже центральных защитников не ставил. Блядь, тут Милитао у него. Какого хуя ему упал Милитао, блядь. Я только при виде этой карточки сразу обосрался и дал неточный пас. И хорошо. Ой, хорошо. Но это, по идее, гол. Я сейчас хуня какая-то не произойдет. Да, король. Тут важно задизмораль соперника и станцевать ему тверк. Блядь. Оттолкни, плея. Ну, пизда, Габелла. Снеж Габри забивает меня. Блин, прикольно было бы, знаете, разок в Викенд Лиге добавить этот таинственный мяч. Было бы охуенно, согласитесь. Ну, прострел! Опять этот Милитао! Да что ты будешь делать? Ну, какой это пиздец? Ну, ребята, я считаю, что это нечестно. Габелла, блядь. Блядь, шесть ударов, стору и пять голов. Ну, чё за херня? Ну, я говорил вам, соперник отскакивает. Побегаем? Давай, побегаем, нахуй. Давай, давай. В ближний Асим... Блядь, Асимент, ты прикалываешься, нахуй? Делорд, ну-ка. Дани! Блядь, а в ахуя сколько моментов проебу ещё в этом матче? Подача! Навесы! Навесы! Да, блядь, ты ещё прикалываешься, что ли? Ну, какого хрена? Не, ну, это сранье, считаю. Ну, Асэнхио. Ма! А так можно было? Блядь, опять ему дали усиление скорости. Ну, блядь, пожалуйста, хватит бегать. Я тебя выражу. Ну, блядь, это самый... Блядь, почему его так часто дают этот пейс ебучий, блядь? А мне сейчас какую-то срань дадут. Смотрите, ну, просто смотрите. Конечно, пасы, блядь. Самое охуительное, что можно улучшить, это пасы, блядь. Ой, Асименушка. Блядь, только попробуй, нахуй, не забей. Я тебя молю. Блядь, ты прикалываешься. Блядь, это какой-то ебаный приколист Асимен. Вы посмотрите, сколько моментов, блядь, он заруинил. Да, я понимаю, сыгранность там не полная и все такое, но, блядь. Иди нахуй, блядь. Вот, да-да, съебись с поля, блядь. Ой, Делорд. Блядь, давай, пушечку расчехли свою, на! Ну, такие удары, я считаю, должны залетать. Ага, конечно. Какая веселая игра, блядь. Я хочу этот режим в Викенд-лиге. Хотя мне кажется, что периодически он сам по себе этот режим включается. Даже несмотря на то, что официально никто вам об этом не скажет. Да, блядь. Вот такие вот лонгшоты я хочу, чтобы по дефолту были FIFA 21. Короче, что я могу сказать. Очень веселый матч. Ну и давайте, чтобы мне было не так грустно, открою промо-наборы, которые, к слову, появились. Ой, какое освещение, какие цвета. Ой-ой-ой, ребята, неоновые тона. У меня порой складывается ощущение, что в этой конторе работают только дизайнеры, знаете. А в Pro Evolution Soccer работают все, кроме дизайнеров. Так что, канадцы, блядь, не жутитесь. Подкиньте персональчика к своим японским друзьям. Это не человек! Это же ангел! О, волкаут в последнем промо-паке, ребята! Дай боже что-то классное! Испания! ПЗ! Блядь, ну какая срань, какая срань. Ну это худший волкаут, как мне кажется. Ну и, собственно, как я вам и обещал, топовый, сочный дроп в самом конце. Как это обычно бывает, ты ничего не снимаешь, ты ничего не ждешь, сидишь впередишь. В общем-то, сидели с Генчиком, транслировали друг другу свои пакцы. И, собственно, вот, цените, что мне дропнулось. Вообще невероятно. Опа! Волкаут! Опа! Закрой глаза! Закрой глаза! Закрой глаза! А, бля, я уже... О, ебать, пике! Сиркер Рамос! Да ну нафу! Ебать! Да ну нафу! 8-9! А я записываю, я в ролик оставлю. Не слышно? Алло, мам! Не слышно? Я в телевизоре. Бля, я думал, пике ебаный, а тут на нахуй, Рамос. Бля, мне уже бабки некуда девать, у меня же стаф укомплектованный. И вырубаешь, что они дают ОТВ-карточку с арендой на 7 матчей. Мне ждать конца года, когда кто-то из этих кордонов, бля, будет. Что это за троллинг, бля, что это за хуйня? Дайте... О, волкаут, чувак. Да ну нафу, Роналда. Это волкаут, ну-ка. Франция, блядь! Да ну нафу! Варан! Ебать! Пиздец, что происходит? Ты понимаешь, мне упал Серхио Рамос, мне упал варан, блядь. Ты прикинь? Смотри, Агарет Бейл смотрит, завидует такой. Опа, нахуй! Ебать, что за дроп, чувак? Вот это сыпет, да, чувак? Ну я не могу сказать, да, чувак, у меня нет. Ну и самое забавное, что после этой фразы мы пошли открывать уже паки, собственно, Генчика Миллера. И у него дроп там был ничуть не хуже, чем ой. Я бы сказал, даже намного лучше, чем у меня. В общем-то, я не знаю, как это работает. Почему крутые игроки падают, когда ты их не ждешь? Это прям, знаете, закон подлости. Ты не снимаешь, и сразу все сыпется. Так или иначе, вот такой вот видосик. Спасибо, что посмотрели. Всем хорошего настроения. Будьте классными. И, собственно, ставьте лайк. 15 тысяч. И завтра будет новый ролик. Всем спасибо. И всем чао, какао. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok